Иван Васильевич, какими полезными ископаемыми богата Чувашская Республика и какие из них наиболее востребованы? Наша Республика обеспечивает сырьем строительную индустрию, агропромышленность и другие отрасли экономики. Всего на территории 176 месторождений, из них 32% это глины, 28% песка и 22% торфа. Обрабатывается более 36% месторождений. Большой интерес проявляет Трепел, которые расположены в Шамуршинском и Алатарских районах. Лицензии имеют на добычу ООО «Трепез», ООО «Стройки Рамка» и ЗАО «ТУЗ». Наиболее активнее работает предприятие, которое выпускает строительные продукции. Это ООО «Гиппор-М». В 2013 году добыто около 400 тысяч тонн гипса. Это по сравнению с 2011 годом два раза больше. И ЗАО «ТУЗ» выпускает облицовочные, облегченные блоки в Красноармейском районе на местном сырье. Какие объемы добычи достигнуты в последние годы? Начиная с 2011 по 2013 год достигнут объем добычи более 6,5 миллионов кубических метров. Следовательно, за 2011-2013 годы увеличилось пополнение налогов в виде бюджет нашей республики в сумме 75 миллионов рублей. В текущем году уже в виде налогов пополнено бюджет 13,5 миллионов рублей. От проведения аукционов в 2011-2013 годах пополнилось бюджет 49 миллионов рублей. В текущем году уже от проведения аукциона пополнилось бюджет 35,5 миллионов рублей. И по проведенным торгам в июле месяце текущего года еще дополнительно пополнится бюджет 12 миллионов рублей. У нас аукционы становятся прозрачнее, конкуренция возросла. Но насколько можно судить по отчетным данным, общий объем добычи в 2013 году примерно спостоим с объемами 2012 года. Но если брать, в частности, объем добычи строительного песка в 2013 году сократился на более чем 300 тысяч кубических метров и составил 1 миллион 409 тысяч кубических метров. Мы предполагаем, что некоторые крупные недропользователи, имеющие несколько лицензий, реализовывают строительный песок через левую фирму. Тем самым не указывают объемы добычи строительного песка в своих отчетных данных и убегают от налогов. Мы предлагаем лучше таким организациям сдать лицензии. Мы заново выставим на аукцион, тем самым пополним республиканский бюджет. А в таком случае сколько предприятий сейчас имеют разрешение на добычу полезных ископаемых? На сегодняшний день у нас в республике 84 организации имеют лицензии. В текущем году мы 14 лицензий выдали на новые участки, 2 лицензии переоформили, 8 лицензий аннулировали и 17 уведомлений за нарушение условий лицензии направили недропользователям. Как восполняется минерально-сырьевая база полезных ископаемых республики? Мы проводим разведку месторождений. В этом году пополнили после проведения разведки двух месторождений на 600 тысяч кубометров до конца года планируем около 10 миллионов кубометров. Как решается проблема с обеспечением строительными песками жителей Батровского района после прекращения права пользования алманщиковским месторождением строительных песков в компании Агролес? На сегодняшний день от села Батрово радиусе 30 километров мы предоставили шесть месторождений строительных песков. Это Верхнебуяновская, Хурамадварская, Шамалакская, Карабай-Шамушинская, Корезинская и Комсомольская. Они полностью обеспечат жителей Батровского, Шамушинского, Яльского и Комсомольского районов строительным песком. Какие задачи стоят перед министерством в сфере недропользования? Важная задача является использование недропользователями участки недр. По поступившим информациям мы выезжаем для проведения мероприятий по нарушениям градоохранного законодательства. Так, например, в компании 581-й километр на землях сельского поселения Иванковского, Ядренского района было выявлено нарушение. Наши инспектора выехали в 2011 году для проведения проверок и все материалы передали МВД по Ядренскому району. Недавно поступила информация о нарушениях природоохранного законодательства Янгельдинском сельском поселении Канарского района. Возбуждено административное производство на главу сельского поселения за незаконную добычу строительного песка. Также в мае месяце нерестовый период на реке Сура ОАО «Решной порт» разгрузил строительный песок на берегу реки. Тем самым нарушил природоохранное законодательство. Совместно работниками прокуратуры Ядренского района мы выехали на место нарушений и материалы были направлены Росприроднадзор по Чувашской республике. Также около Садовоческого кооператива «Тридуба» в Чебоксарском районе на берегу реки Волги фигурирует речной порт по складированию строительного песка нарушением природоохранного законодательства. Информацией также переданы Росприроднадзор и органы прокуратуры. Мы надеемся, что прокуратура Чувашской республики окажет нам содействие в пресечении нарушений природоохранного законодательства. В средствах массовой информации пишут, что Минпроды не принимают никакие меры. Мы работали и работаем по закону и будем пресекать нарушения природоохранного законодательства. И предлагаем всем недоропользователям не нарушать. Наша основная цель, чтобы каждый житель нашей республики получил строительное сырье по минимальным ценам. На совещании у главы нашей республики было дано поручение по недоропользованию. Это на контроле у главы республики. И мы будем докладывать по итогам проверок администрацию главы нашей республики. Ну я надеюсь, что такие призывы недоропользователя откликнутся. И я напоминаю, что сегодня в гостях нашей студии был министр природных ресурсов и экологии Иван Васильевич Исаев. Спасибо большое за интересную беседу, Иван Васильевич. Спасибо, Дмитрий. 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 Дмитрий.